Audi A8 четвёртого поколения дебютировал два года назад, но заряженная модификация S8 появляется только сейчас. В то время как другие S-модели Audi последовательно переводят на дизели, флагманский седан всё-таки получил бензиновый V8 с двойным надувом. 48-вольтовый стартер-генератор запускает двигатель в системе старт-стоп и помогает в начальной стадии разгона. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Audi S8 стандартно оснащается полным приводом, пневматической подвеской с активными электромеханическими стабилизаторами и полноуправляемым шасси. Динамические характеристики пока держат в секрете. Что же до экстерьера, то внешне Audi S8 очень похож на обычный A8 со спортпакетом, но отличается четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы, колёсами диаметром 21 дюйм и серебристыми корпусами зеркал. В продажу седан поступит в конце года. Ориентировочная цена в Германии — 120 тысяч евро. Празднующее свое столетие фирма Bentley установила очередной рекорд горы Пайкспик. Соревнования на 20-километровом подъеме устраивают США каждый год. Это жесткая и опасная трасса без отбойников и зон безопасности с перепадом высот почти в полторы тысячи метров. Год назад Bentley Bentayga стал здесь быстрейшим серийным кроссовером. А теперь купе Continental GT установила новый рекорд для всех серийных автомобилей. Рис Миллен, пилот из Новой Зеландии и трехкратный чемпион гонки на горе Пайкспик, сумел преодолеть трассу менее чем за 10 минут 19 секунд. Таким образом, почти на 8,5 секунды перекрыт прежний рекорд 2015 года, установленный американцем Дэвидом Донором на Porsche 911 Turbo S.